всем привет дорогие друзья мы возвращаемся в battle brothers так и как мы помним мы тут выполнили квест убили грабителей могил так какая-то большая неизвестная территория так и пошлите сходим в тальбург может там есть задание или еще что так смотрим внимательно наличие следов и всяких банд тут он руду плавит воркшоп надо посмотреть понять большой город тут наверное все дорого задание на 2 черепка только там слишком жестоко пока для нас что-то все дорого нам надо бы хотя бы двум еще средним танкам кольчушки какие-нибудь вот такие или такие лучше а денег нет пока кстати можно им щиты получше взять на щиты у меня в принципе деньги есть хотя не знаю дороговато брать на рынке то есть наоборот не на рынке оружейника но на рынке нам пока такое не продают не попадается кстати инструменты относительно недорого давайте вот инструментов возьмем одну пачечку кинжальчик я люблю ножи кинжалы так что надо бы блин попробовать прокачать себе кого нибудь профессионала с кинжалами так ну на народ у нас места нет денег так обратно сюда где бегают бандиты или или здесь попробовать бандиты бегают а квестов нет он в те края бы сгонять давайте по дороге пойдем может такие бандиты интересные попадутся такие чтобы и по башке сильно не дали и мы может них чего-нибудь награбили темнеет на гору можно залезть конечно чтобы получше было видно но ночью я подозреваю это мало смысла имеет господи испугали меня из темноты вы нырнули крестьяне так вот начинает цветать дать на эту гору залезем тут у леса этот бандитский лес да эти тут вот на горку залезем об вот сразу насколько стало видно значит настолько вот вокруг нас ничего нет и никого ладно без вот тумана войны непонятно собственно насколько я вижу а насколько не вижу чьи-то следы блин не пойму в какую сторону в ту похоже чьи похоже что не туда-сюда там бегали так а тут так то давайте подойдем поближе один рейдер до английский лет я говорил уже у меня не очень с грамматикой особенно я вообще не знаю но а бандит рейда это один да и остальные головорезы а давайте к нему заглянем в гости чтобы в принципе нет с одним то рейдером мы разберемся да он рейдер один остальные головорезы просто у нас позиция нормальная рейдера надо расстрелять к черту с его топором двуручным 69 из-за того что он ниже стоит этот парень с топором нам тоже не больно нужен ну давайте уж больно шанс хороший есть чё ему ногу прострелили ну вот отлично пусть дольше топает так ты лучников оставим на стрельбу по рейдер вот кстати он вот кстати можно и пострелять 53 или 2 по 35 давайте по 35 наверно хотя зря на вау 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 72 в голову без шлема у него 1 хп буквально остался вот это хороший выстрел но ребятки ничего не бояться давайте поднимем копья чтобы они не особо тут на что-то рассчитывали ты можно влететь как крутануть вертуху там с адреналином но наверное нет наверное не будем мы так рисковать себя на стой к тебе никто не подойдет но ладно стой держи фланг тебя можно вперед подвинуть потому что к тебе что-то никто не собирается подходить похоже давай вот так так ты пока пропустим ты бьешь вот сюда если тебя сюда поставить вот туда давай сюда так вот и лучничек у нас еще остался которому только попасть пандитрейдера о есть в баде о в баде и мы его не убили кольчужку у него какая-то неплохая кольчужка то отлично отлично значит она должна нам достаться ты подожди так арбалет кто тут опасный то вот это с тесаком мне не нравится то они кровотечения вешают шикарно не очень шикарно хорошо ой красота кто еще из них не ходил а на божди так нормально огорчили парня адреналин адреналин ну давай пока в конце хода подумаем нужен ли тебе адреналин так его так его кто гуляет тут в толпу пострелять или вот этого с топором хотя он сейчас что он ничего не сделает далеко стоит в щит и и в баде на 60 ничего себе этот у меня просто альфгейр убивец как он раздает с лука я им кстати алибарды раздал но что то да нам пока есть кого пострелять нормально так с топором не ходил этот убегает этот эти двое еще об этом думают сейчас ходят три копейщика моих вот все центрально нижние надо с одной стороны не отпустить этих с другой стороны надо так чтобы нам не дали топором по башке я как-то этого не люблю так 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 ну да на что я рассчитывал так нормально эти двое удирают этот еще нет вот пусть он сам подходит этот деру дает товарищ можно можно его лупцевать эх эх пика нормально фигачит топор адреналин ну давай в принципе че нет то так никто никуда не убегает оп голову с плеч неплохой шанс попасть но можно и своему сандалить надо ли нам это да не надо так кстати из арбалета можно и в упор стрелять оп ну стрелу стрелу конечно потратил ну да ладно так альфред гном у нас получил уровень да за урон ничего не дается а нет немножко дается за урон опыта вот 0 урона 69 100 урона 78 но за убийство дают заодно по 91 у этого пер какой-нибудь на опыт наверное в общем главное фраги а не урон вот вот плохонькая конечно но кольчужка давай сюда так еды плюс деньги чутка инструментов хорошо хорошо зашли не зря зашли не зря так гномика давайте апнем нашу пятый уровень он получает 62 владения оружием так выносливость бина да и наверное наверное инициативы в принципе неплохо рейндж дефенс наверное возьмем а то в тебя постреливают потому что ты без щита стоишь в первом ряду перки во пятый уровень наконец-то можно взять какое-нибудь оружие перк топоры урон по щитам на 50% умение сломать щит и раунд свинг плюс 5% попасть неплохо тут все равно да я не вижу отдельно двуручные топоры на одноручные да но ты у нас точно с двуручником и видимо будешь с топором я просто не знаю на хайлевель это есть ли смысл топоры брать может будут более эффективны например вот как это молоты стоит ли им брать хотя на высоком уровне наверняка будет толпа народу со щитами и эти щиты им надо ломать это сейчас мы круглые щиты одним ударом ломаем а орковские мы одним ударом не ломаем например давай-ка чтобы точно сломал так сломал там дальше всякие интересные еще умения все больше никто уровень не получил у нас травмочка еще один-два дня этот завтра вылечится руку шут наш а так у него лук еще хороший нашего охотника то не зря его нанял раздает только в путь так 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 сортировать все кольчушка на 110 брони кому-то из вас кому-то из вас ты мне кажешься более ценным персонажем вот вот у этого статы всем лучше но у этого лучше он звездочки в танка выносливость ему китпоинты и прям он в стене щитов там стоит мечом все отражает ну ладно давай пока тебе так и у нас кожанка освободилась на 80 брони тебе наверное кому-то кому-то из вас еще можно балетчик мой самый выносливый можно тебе куча инструментов правда на ремонт уйдет ну давай пока тебе дадим а вам двоим вот эти вот как-то нужно больше единообразия кстати я хотел посмотреть четвертый уровень четвертый вот у этого у нас выучены а вот у этого у меня подфайндер надо не забывать у кого что этот хорошо на фланг забегать по идее должен в каких-нибудь лесах а этот может ловко выхватить пику и наверное надо его вниз поставить потому что тут пика и уже есть одна прикрывает этот фланг вот этот будет тут если что вторая хотя он еще и хорошо стреляет а ты будешь что-нибудь оббегать забегать если что хотя ты у меня прямо в середине строя сейчас стоишь ну ладно все пока ну нормально хижину зашли чекнуть в принципе там продать надо еще всякий хлам повыгоднее в большом каком-нибудь городе так задание на два черепка дом про скромакс из моего инвентаря говорит вот этот что ли кстати кстати какие у него умения 30-40 урона 0-10 броня 24-32 броня 10 кровотечения фигачит через броню и декоративация наносит больше урона если больше урона хитпоинтам и больше если цель уже ранена убийство цели судя судя по картинке и по названию декоратива это отрезание головы видимо как это обезглавливание 30-80 урона раненой цели вау 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 что у себя ножичек никакой защиты к нему не прилагается в парирование не встать ножик дамагер а не защитник мм мм он что-то там так фигачит что прям хоть двуручнику ему отдавай двуручнику вот какой урон я тут побольше на танку может отдать запасным правда усталость все больше и больше давайте дадим ему если копио его будет что-то плохо убить можно раненому уфигачить страшную и кстати а сколько ходов требует 4 и 4 интересно извиняюсь интересная штука ладно это все лирика задания нет на базаре ничего интересного нет хлеб разве что купить за недорого хлеб недорого купить или зерна вообще как они зерно интересно жжут готовят себе или прям так 7 дней 10 дней 8 дней но учитывая кстати да зерна возьмем хватит им мораль это вроде влияния не оказывает они у меня быстрее все жрут чем оно портится поэтому какие-то долгоиграющие продукты не очень вижу смысл покупать пока что пока мы не отправляемся куда-нибудь там в пустоши вон давайте сюда наверное опа волки с них шкура падает правда ее не особо хотят покупать а мы еще их не особо догоняем и видимо не догоним ну и ладно ночью на болото за волками да отличная идея я скорее всего я бы их там догнал из-за пониженной скорости все закрыто задание так ладно попробовать они тут петляют не я в ту сторону не хочу где сколько за ними бегать так ну ближе к 40 дню уже появляется по моему больше всякой живности в округе так что случилось вы нашли асгейра лежащим под деревом так у него дрожат губы что или что такое так блин инфекция у него началась из-за того что мы может лагерь не разбивали пока он лечился 3-6 дней что тут у тебя поинты усталость ну что-то вообще у меня как боец получается не очень да весь в усталости давайте его пока вон туда поставим в резерв я не знаю лагерь разбить давайте попробуем может там монастырь есть за денежку его вылечить или не не надо или сейчас все само пройдет через там три дня это три дня это дофига вроде так есть нету церквушки таверна слышал магический консул консул как это по-русски Фридвальда с настоящим магом не уверен что это правда в Фридвальде маг некромант еще какой-нибудь поди тут еще могут быть магиты так что на рынке на рынке всякая ерунда кинжальчик разве что блин я не думаю что надо покупать кинжальчики во-первых я даже как-то не очень этим пытаюсь даже воспользоваться добиванием с кинжала чтобы не тратить ну чтобы броня могла выжить милые шансы во-вторых я все надеюсь что я их насобираю в начале игры их было довольно много хотя может то на начале теперь фиглам всякая разная интересная броня но блин он щиты разные но не на наши деньги так хлам кстати продавать давайте продадим вот это так метательное оставим арбалетов мне точно столько не надо хороший арбалет бы кстати прикупить может да блин все все бы надо прикупить где бы все денег взять на это все меч полностью отчиненный 86 стоит а такой 37 то есть если его починить если его починить он на 40 вырастет в цене 50 даже почти но сколько уйдет инструментов на его ремонт 2 3 наверное 4 5 20 инструментов за 200 голды при хорошем раскладе один инструмент значит десятку блин что-то на то и выходит нет смысла особо это ремонтировать получается какие-то явно есть смысл ремонтировать типа вот это и более высокого тира оружия другие нет так давайте плохой меч продадим плохой топор продадим эти штуки точно мне не понадобятся топоры ой топоры это кстати это хорошие топоры это с рейдеров нам достались а я думал это те начальные уровня топоры это явно стоит отремонтировать и продать отремонтированными как минимум а то и себе взять запасными щитовикам рубить например вражеские щиты вот это я отремонтирую но нифига не стоит мужики нафиг вот это нафиг вот это нафиг ну это наверное пока оставим не знаю ну пусть пока будет так ну вот частично хлам выбросили задание с одним черепком все что хотят так доставочки хотят да у доставщиков мясо зеленокожие убили коров лагерь видели на северо западе отсюда один череп как мне говорили один черепок зеленокожих может быть намного проблем не двух черепков обычных так что давайте-ка мы туда не пойдем будем о какой опасный парень за 10 тысяч почти ой еще один у них хороший у них все хорошее как я погляжу типа вот жаль нельзя узнать какие приемы какие удары у какого оружия пока ты его не купишь там не добудешь в бою и не поставишь на персонажа вот почему бы тут в подсказочке не выводить хотя там были бы значки только как ну в принципе в общем можно сделать снизу туда где бояй там выводить значки ударов и подсказочку не закрывать при наведении на нее выводить все ту же подсказку что в инвентаре блин какие тут клевые штуки и как все дорого как все дорого так зеленокожих мы бить не пойдем вон там какой-то кстати северо-запад не на этот ли лагерь мне намекали я тут сам нашел можно сюда сходить попробовать опять наверное да сюда и пойдем и по кругу опять сюда и сплаваем вон туда или даже даже вот во вот так пройдемся и идти отсюда можно сплавать если будет недорого прямо вон туда да штыки так не сюда а вот сюда ну тут пройдем горами ничего страшного караваны ходят тут вроде безлюдненько так 163 кроны за день уже платим бармотом моим инструментов маловато но еще есть лагерь разбить лагерь даже дня на три чтобы тот челик чисто вылечил ранение это слишком дорого три дня это блин он 500 почти монет так что нет разбивать лагерь на время лечения это явно не вариант торгуют всякой ерундой задания нет даже за 800 я не могу позволить доспех 1200 всего кстати но тут репутация что ли неплохая хорошие цены вроде бы нет нейтральная обычная даже за 800 я не могу себе позволить доспех потому что у нас останется мало денег на жалование я правда не знаю что будет когда она закончится сразу гейм овер или народ начнет разбегаться потихоньку о на любой вкус вот кстати тут можно и полечиться на востоке отсюда на равнинах что-то я не пойму на кого он намекает призванные на неже что ли не суть так ну давайте посмотрим что у нас здесь так опять гроба копателей что почем 800 800 мне нравится но во первых давай разок торганемся 660 во вторых конечно это навевает некоторые мысли на некоторые мысли вот я там только что проходил ничего там не было теперь значит там кладбище так во первых давайте-ка дождемся утра здесь так рассвет утра я хочу в часовенку зайти то тарана у него уже прошла осталась инфекция за 110 110 дороговато конечно ладно сразу вылечили отлично ставим его обратно на его место ничего еще или я паузу времени прошло ты же вылечился tomorrow мгновенно не лечит завтра вылечится ладно у него по крайней мере теперь одна рана вместо двух он что-то сможет уже так ну давайте потренируем Ironman не сохраняясь пошли неизвестно на кого за 800 монет так гули 23 куча гули прямо вокруг 23 гули что ли будет судя по всему по поочередности хода да тут не надо сразу меня лучника съедать что-то ребята у меня плохие предчувствия и они относительно слабые отлично отлично арбалет надо оборону тут организовывать где-нибудь в этом углу подожди вот опорник подойдет и вмажет так 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 вот главные танки надо их раскидать на фланги наверное этого сюда этого вверх да вот запасной вот второй запасной считал может попробовать его откинуть ну или ладно сразу бить думаю лучше сюда чтобы принимать новых так топор топор куда топор гнать куда-нибудь сюда наверное в центр там посмотрим так ты сюда ты сюда нет туда топор туда топор не хватит подойти и вмазать но мы повысим шанса на попадение топору вставай сюда так так и он не попал он не попал но у нас есть адреналин так так можно прицельно пальнуть давайте пальнем не попали обидно это был бы хороший выстрел ты ну ты никуда не отходишь гуля не сдохла так альфгейр это который с быстрыми руками ну так ему сам бог велел выхватить копьецо оттолкнуть ее 77 хотя я адреналин использовал не надо ее отталкивать он ее просто убил неплохо неплохо теперь давай обратно один раз заход один раз заход да ну хорошо следующим ходом вернем обратно стой стой наверное здесь пока что адреналин не понадобился блин только кучу кучу выносливости потратили так вот они прут со всех сторон надо их на копья принимать конечно но блин оу вау они подходят раньше чем мы фену копье смогли поставить вообще как-то все не очень хорошо и подожди так вот этого надо выставить наверное впереди с копьем и этого перегнать сюда наверх а не по центру прута не с фланга подожди пока не знаю куда тебя не попал давайте закроем так вот эту грохнуть отлично и копье лучник 32 или 48 50 ну тут одна надо в толпу разгонять 28 или 48 хоть прицельно ой хорошо как попал красавчик 47 всего процентов шанс попасть давай лук обратно в этих в тех в этих отлично пострелял просто молодец господи так перекрываем подходы тебя бы вон туда тебе пройти не дадут но мы подождем сейчас топорник туда подойдет и вмажет отлично вмазал блин еще не убегает еще не убегает так тебя можно куда-нибудь сюда будешь прикрывать топор топор давай сюда потом посмотрим а тебя вот а че через них не можешь ну все равно не успеваем тут копье поднять стоит ли его вон туда выставлять у тебя собачки у тебя собачки нету еще не стоит тебя выставлять прям таки уж под всех вот сюда иди ну что ж ты мог бы и попасть да двадцатник сколько их 23 было 25 да вы че издеваетесь так арбалетчик арбалетчику все мешают можно подойти пострелять вон под подходящим вот сюда да он стоит там черти где о красавчик просто молодец так у тебя тут целых три мишени я даже не знаю кого бы тебе бить а подождем так вот вот в эту только попасть и она сдохнет ее может ищи танк забрать вау 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 да хорошо в нашего не всадил он так стрелял весело о неплохо хорошо альфгейр просто раздает просто красавец так нам не хватает тут чтобы подойти вмазать а это потом подумаем так одна минус хорошо и подожди подумаем так вот с этой что делать ничего с ней делать ее надо бить отлично все она убегает шикарно так подходи ты наверное да подходи сюда и в морду ей ой шикарно так их осталось 15 две из них тут одна уже считайте сдохла так встать куда куда встать в принципе так нормально они через одного стоят учитывая что к нам с разных сторон бегут наверное двух главных танков рядом это ставить не имеет смысла да сюда топор поставим сейчас отдыхай пока этот топор я даже не знаю куда бы поставить ему надо вообще поотдыхать он сильно устал своей инфицированной раной вот ты не попал ну вот ну ладно так топор или танка сюда а нет топор подойдет как раз его прикрыл прикроют и эту клетку и эти клетки прикрывают копейщики мои они будут пытаться к этому наверное подойти у него щитов нет защиты меньше щита здесь по той же схеме ну попробуем давай отдыхай копье надо ли выставлять она до меня если и дойдет то ударить не сможет а нам надо бы выносливость наверное восстановить хотя не так много из-за мастерства копья не так много выносливости и тратится нам 15 восстанавливают ладно просто отдыхай пока ты с топором ну дай куда-нибудь сюда там посмотрим отдыхай там вон оттуда пруд вон оттуда тоже пруд оп-оп-оп сколько их повалило сверху но не только сверху так это убито при попытке к бегству отлично так арбалет нужно пострелять вот отличный выстрел так но они все сходили сейчас мы встанем выставим копья и пусть подходят в принципе что еще делать так что наверное вроде неплохо стоим вот разве что можно поменять сюда топорника поставить но надо ли а этого сюда поставить когда когда он будет большим помогать но они скорее вот на эту будут агриться который сбоку стоит ну давай я тебе же не пропустил еще ход встанем вот вроде нет ты отдыхай а ты и так не устал ну ладно отдыхай лучник в толпу так лучше наверное попробовать добить или ранить этот раненый просто пойдет трупы жрать вот например этот ну правда что я выбираю а нет попал надо же попасть надо так тридцать два он туда в толпу о не тому ну да ладно я не в обиде и тому и другому в плечо коленную чашечку альфгейр просто раздает просто красавчик так ты у нас а стой тут все нормально тебя можно сместить на одну клеточку наверное а давай прикрой лучников это что-то устал иди сюда отдыхай иди сюда отдыхай ну вот сбоку пытаются обойти пожрала что она как будто больше стала или она а нет она вылечилась просто ну и наверное бафнулась так на этом фланге не идут норовят на тот фланг зайти он так хорошо норовят хорошо так норовят отлично как выскочить как с адреналина вертушку крутануть ну пока не будем наверное а можно подойти просто вмазать этому ну блин так нам следующим ходом всякая набежит толпа а мы все-таки пытаемся их на копья принять проблема в том что они не хотят приниматься на копья так надо идти помогать здесь видимо или все-таки поставить как стоял да топорник давайте вот сюда а этого сюда да подожди иди сюда отдыхай копье лучник да отличная стрельба альфгейр что-то устал что-ли он вроде одним из первых ходил теперь в конце баф баф ну этого попробуй дайте попробуем так я просто не знаю сколько ему этот баф дает то что он труп сожрал он может там мега уворотливым становится мега опасным а может и нет этим хоть вперед подходи правда я вот почему-то думаю что сейчас я вот сюда встану они видят что он стал более уязвим и все сюда пойдут я отойду они все туда пойдут хотя для меня это лучше пока у меня есть стрелы а блин только вот он устал тогда не надо тогда отмена стой там отдыхай что-то такое уставший что-то и делал а вот этот вот этот устал не может копье выставить сейчас на него налетят просто всей толпой ой-ой-ой вот это вот плохо так щит хоть подними сейчас будет раш сюда не она реально больше стало вот эти две которые пожрали они больше стали в размере пошел вон да вы что попадать надо хватит сжать трупы ну-ка на пожрать она пришла так надо наверное топор перебрасывать сюда да арбалет ну давай туда а что что не в кого то ладно так пошли вон так подойти можно вмазать можно не высовываться пока да не надо туда подходить наверное второй топорник еще не подошел плюс ты уставший ладно дай подумаю потом так ты отлично и копья да да ты держишь чтобы они сюда не ломанулись здесь надо быстренько забить эту тварь ну ё-моё так лучник нормально промахнулся хоть какой-то толк так он устал он устал вот этого бы грохнуть а то он на трупе стоит сейчас он его сожрет ой отлично так и этот тоже устал ближе может подойти чтобы стрелять получше ну давай подходи пока сюда куда-нибудь даже наверное сюда потому что мы можем тебе и алибарду даст ну не алибарду пику ты и вообще устал как собака даже чтобы щитом закрыться ну тогда бей так добей да ой блин вот мог бы попасть так для приличия ладно пока пропусти ой отлично отлично так это хорошо хватит жрать хорошо так убегает даже хорошо шикарно эмерих прям красава так там блин не только я сглазил только сказал и последняя тварь подошла ну не последняя но так о это вот этот ответ собирается ходить дать ему вмажем бам да мазали так тихо тихо блин он намного больше по-моему стал бить когда отожрался это нехорошо надо их валить так сюда вот этот подойдет тебе можно вот сюда подойти ну давай и адреналин конечно хотя если ну ладно все равно если я сейчас его грохну зачем адреналин был да грохнул бы я его еще давай адреналин тебе хотя тебе наверное зря у тебя столько так это нажалось ну просто каждый удар ранения каждый удар ранения грудь рука рука плечо только ранений в руку она не должна в меня попадать все шикарно можно копье выставить чтобы сюда не бежали или подойти поближе чтоб на него согрелись давай танкуй кстати вот это убегает ну-ка давай чтобы не сбежала лови ее так сколько их осталось девять сколько у меня их тут раз два три четыре пять шесть семь восемь девять о все здесь больше нет так это же шикарно вон та только убегает ну не надо в своих-то пытаться попасть они этого не любят да все устали стоит ли пытаться добить убегаю добить убегающую или лучше вот этим впереди настрелять для вообще взять полиарму к кстати не взять ли мне полиарму 1 стрела осталась колчине мы уставшие давай пик убери не попал ну ладно 57 всего процентов эко ты щитом закроешься пока у тебя есть на это выносливость так адреналинщики как насчет ох неплохо так расстроились гули кстати вот нежить вроде расстраиваются давай подходи сюда лучший шанс попасть нашему товарищу который который если подойдет то у него не хватит сил чтобы вмазать блин а зачем же ты-то подходил просто так сейчас натанкуешь ой-ой-ой ладно стой здесь отдыхай да они вон загорелись на гномика так тихо-тихо-тихо а опа-опа началось бегство все они бегут чё там скольких ты уже сожрала тварь сравните вот эту и вот эту надо и лупасить блин попадали бы еще эти лупасеры мимо так окружаем эту дрянь так расстроили иди сюда так стрелы кончились кончились стрелы а ты где у меня стоишь имеет ли смысл тебе полиарму доставать наверное нет и можно стрелы достать ну да полиарму достанем мало ли чё мало ли пригодишься то есть здесь пока так отлично ты может попадешь ну ё-моё было бы вообще не шикарно если бы попал о ой у нас даже еще на удар хватает ой красавчик просто молодец так давайте не огрызаться отлично пора ловить убегающих куда побежала ну все все сбежали осталась одна красава вот арбалетчик меня радует как он стреляет просто молодец на голову с плеч у нормально мы тут нарубали 3 фрага 1 2 1 1 1 1 3 4 2 1 390 эмирих нафигачил это за счет стены копий он там хорошо раздал алик ним неплохо пуст вот альфгейр 368 почти в топе то есть в топе но почти первый по дамагу лучник хорошо только герхард получил уровень что-то за них мало дают ну ладно зубы что-то зубы не со всех упали кстати убили то мы побольше ну такое кстати один черепок мы справились особо не пострадали не сказал бы что это было легко раскидал бы меня чуть чуть менее удачно и и все было бы не так весело замучился от них отбиваться давайте продадим эти зубы дороже их особо никто не купит судя по всему так 2000 денег да кстати вот еще раздражающая фигня то что если ты в бою поменял оружие на какое-то оно после боя обратно не меняется как было до этого почему это не предусмотреть я не знаю вот лучник в их выхватил копье в бою пофигачил копьем в следующем бою если ты не зашел не переставил вручную все это ты смотришь у тебя лучники с копьями стоят почему бы это не предусмотреть непонятно а те уровень дадим нашим одному из танков хп выносливость и инициатива может быть хотя нет вот три защиты в миле это хорошо защиты не особо нам жалуют вот тебе можно собачку хотя ты стоишь в центре собачка более актуальна то по краям хотя как показала только что практика на острее удара может оказаться любой да наверное не надо пока щилт эксперт щитов не особо это что-то дает вот еще хорошая вещь хорошая вещь таун хорошая вещь кстати кстати мечнику мечнику вставшему в парирование издача там тоже ходов за стоит вот но все равно можно дать в репост и таунт кинуть как вариант давайте собачку выучим это нужно танкам которые кстати да мечник вот наверно даже больше нужно чем копейщикам чтобы по ним не попадали так ну что вроде вот и все два ну глянем что за контракт наверное следующей серии а может и не будем немножко подзаработали в общем немножко покачались пока неплохо 39 день посмотрим что будет дальше ну еще немножко поиграем этой пати посмотрим что тут как потом уже можно думать об айрон мэне спасибо всем кто смотрел было забавно отбиваться от 20 гулей слабые конечно но блин количество меня немножко шокировало инструменты кстати кстати нифига себе на 14 инструментов ремонта это мы уже какое-то время оттуда прошли по моему 34 было десятка е-мое все инструменты поизвели на этих гулей ой ладно всем спасибо кто смотрел кто смотрел без перемотки вообще красавчики спасибо за поддержку всем удачи всем пока пока